Я ее сейчас расскажу. Это было два года тому назад на Астанинском экономическом форуме. Меня позвали на обед, который премьер-министр Казахстана давал в честь энергетического саммита на форуме. И посадили меня за стол к премьеру. И справа от меня сидел там замминистра энергетики Российской Федерации, а слева от меня сел какой-то американец, который стал меня спрашивать, то я такой. Я ему говорю, ну, имелось, я ему говорю, я консультант. Он говорит, не, консультант это там Макинзи, Бостон Консалтинг Групп. Ну, вы-то кто? Почему вы сидите за столом у премьер-министра? Я ему говорю, потому что я, а я знаком с премьер-министром, просто лично, потому что я 10 лет назад написал книжку про экономический кризис, про нынешний. Он говорит, 10 лет назад. Я говорю, 10 лет назад, но давайте знакомим. Он мне дает свою визитку, это старший вице-президент компании ExxonMobil. И дальше он меня спрашивает, а чем вы сейчас занимаетесь? Я понимаю, что я должен ему рассказать, при этом он же американец. А американец, американское образование очень специфическое. Советское и немецкое, ну, естественно, у нас немецкая образовательная система 19 века была. А это знать ничего обо всем. А американская система образования, это знать все ни о чем. Ну, то есть, у них знание, если выражаясь ученым языком, дельта функции. То есть, объем знаний колоссален, но в такой узкой сфере, что если ты сам в ней не понимаешь, то ее просто никогда не насчутят. Про это не знает, про это не знает, про это не знает. А то, что он знает, вот, 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 не поймешь. Вот, но с другой стороны, он нефтяник, руководитель крупной компании. Я потом узнал, он настоящий нефтяник, в смысле, не менеджер, не юрист, не финансист, а именно нефтяник. Он как бы нефтью всю жизнь занимался. Вот. И вот, значит, я ему пытаюсь объяснить. Я говорю, вот смотрите, вы руководитель крупной компании. Он так улыбнулся и говорит, самый крупный. А Эксен Мобил тогда была первой по капитализации. Это через несколько месяцев ее обогнала Эпук. Вот, значит, я говорю ему, замечательно, самый крупный. Но вы понимаете, что место вашей компании определяется не ценой на нефть, а тут я ему вилку показал, а доли энергии в этой вилке. Он говорит, да, потому что если цены растут, то затраты растут, цены падают, затраты падают, а доли энергии вилки очень устойчивы. Я говорю, так вот, вы понимаете, что сейчас начинается кризис? Он говорит, он уже идет. Абсолютно, да, это для него не было каким-то. Он не ученый экономист, он, значит, практик. Я говорю, замечательно. А вот теперь скажите мне, по итогам этого кризиса, доли энергии в этой вилке в два раза вырастет или в три раза упадет? Он, я говорю, собственно, вот этим я и занимаюсь. Я пытаюсь понять, в два раза вырастет или в три раза упадет. И он так задумался. Я говорю, да, это очень интересно. Я говорю, не знаю ответа. Я говорю, ну вот, я пока не знаю. Вот это вот главный вопрос, который мы сегодня дали. Как будет меняться структура экономики? Вот это важно. И если выяснится, что там мы изобрели, что цены на нефть упали в пять раз, а доля энергии выросла, ну, это один вариант. А если цена выросла в два раза, а доля энергии упала в три раза, это совсем другое. Все, значит, на этом я заканчиваю. Все уже устали, как я вижу. Все, спасибо большое, до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ